Теперь перейдем к еще одной концепции решения игр, исключению доминируемых стратегий. Давайте рассмотрим другой пример. Матрица игры представлена на ваших экранах. Разумно ли в этой игре второму игроку играть стратегию b1? Если он подозревает, что первый игрок сыграет стратегию a1, то тогда выбор стратегии b1 для второго игрока не является правильным. Тогда лучше было бы сыграть стратегию b3. Если второй игрок подозревает, что первый может сыграть стратегию a2, то тогда для второго игрока стратегия b1 является наилучшим ответом на стратегию a2. И именно она была бы оптимальной. Поэтому про стратегию b1 нельзя сказать, что она является наилучшим ответом на любую из стратегий первого игрока. Второму приходится анализировать, что может сыграть первый, для того, чтобы принять верное решение о своей стратегии. Разумно ли второму игроку играть стратегию b3 в этой игре? Опять, ответ да, если первый игрок будет играть стратегию a1. И ответ нет, если первый игрок сыграет стратегию a2. Не будучи полностью уверенным в том, какую стратегию сыграет первый игрок, второй не может однозначно утверждать, что стратегия b3 является для него оптимальной. Теперь посмотрим на стратегию b2. Предположим, что второй игрок подозревает, что первый будет играть стратегию a1. Тогда для второго игрока стратегия b2 не является оптимальной. Потому что вместо стратегии b2 уж лучше бы он сыграл стратегию b3. Тогда бы он получил платеж равный 9 вместо платежа равного 6. Если второй игрок подозревает, что первый будет играть стратегию a2, то тогда стратегия b2 снова не является оптимальной. Потому что уж лучше бы вместо стратегии b2 он сыграл ту же самую стратегию b3. И тогда бы он получил платеж равный 1 вместо 0. Получается, что что бы ни сделал первый игрок, для второго игрока стратегия b2 приносит строго меньший платеж, чем стратегия b3. Про такую ситуацию говорят, что стратегия b3 строго доминирует в стратегию b2. Формальное определение. Говорят, что стратегия s-i и того игрока строго доминирует в стратегию s-i штрих, если для любого набора стратегий всех остальных игроков s-i платеж, который получает и то игрок, если он играет стратегию s-i, больше платежа, которую получает и то игрок, если он играет стратегию s-i штрих. Верно и такое определение. Стратегия s-i и того игрока строго доминируется стратегией s-i штрих, если для любого набора стратегий всех остальных игроков платеж, который получает и то игрок, если он играет стратегию s-i, меньше платежа, который получает и то игрок, если он играет стратегию s-i штрих. Обозначение для такой ситуации s-i меньше или хуже стратегии s-i штрих. Аналогичное определение можно сформулировать и для слабого доминирования. Стратегия s-i и того игрока слабо доминирует стратегию s-i штрих, если платеж, который получает и то игрок, играя стратегию s-i, при любых стратегиях остальных игроков s-i, не меньше платежа, который получит и то игрок, если он играет стратегию s-i штрих. И, наконец, стратегия s-i и того игрока слабо доминирует со стратегией s-i штрих, если для любого набора стратегий всех остальных игроков платеж, который получает и то игрок, играя стратегию s-i, не больше платежа, который получает и то игрок, если он играет стратегию s-i штрих. Давайте вернемся к той игре, которую мы уже начали рассматривать. В этой игре для первого игрока стратегия a-2 слабо доминирует стратегию a-1. Сравниваем платежи. Если вдруг второй игрок играет стратегию b-1, то, играя a-2, второй получает не меньше, чем играя a-1. Если второй игрок будет играть b-2, то первый игрок, играя a-2, получает не меньше, чем играя a-1. И, наконец, если второй игрок будет играть b-3, первый, играя a-2, получит не меньше, чем играя a-1. Тем самым стратегия a-2 слабо доминирует стратегию a-1. В обратную сторону говорят, что стратегия a-1 слабо доминирует со стратегией a-2. Теперь, для второго игрока мы поняли, что стратегия b-3 строго доминирует стратегией b-2. В обратную сторону это можно сказать так. Стратегия b-2 строго доминируется стратегией b-3. Говорят, что стратегия s-i и этого игрока называется строго доминируемой, если существует какая-то стратегия s-i игрока, которая строго доминирует стратегию s-i. Стратегия s-i и этого игрока называется слабо доминируемой, если существует другая стратегия s-i игрока, которая слабо доминирует стратегию s-i. И снова вернемся к той игре, которую мы рассматриваем. В этой игре стратегия a-1 это слабо доминируемая стратегия первого игрока, а стратегия b-2 строго доминируемая стратегия второго игрока.